Сегодня мало кого удивишь наручными часами. Их можно увидеть практически везде, будь то на руках прохожих или же на витринах магазинов и бутиков. Независимо от достатка мы можем позволить их себе купить. Кому-то будет вполне достаточно электроники 5, ну а кому-то и датографа от Аллангензене будет мало. Сегодня мы сами решаем, какие часы носить, когда и с чем их носить и вообще носить ли. И главное мы можем выбрать то, какими они должны быть, как они должны выглядеть, какого быть размера и какими функциями они должны обладать. Но так было не всегда. Раньше это было четко обусловлено поставленными перед ними задачами. Несмотря на то, что первые наручные часы задумывались как украшения, свое первое применение они нашли именно как инструмент, от которого зависели жизни тех, кто их использовал. Их можно описать тем самым словом, значение которого сегодня, к сожалению, больше не воспринимается всерьез. Так как за последние несколько десятилетий даже самые истинные из них прописались в офисах, театрах и закрытых загородных гольф-клубах. Но ведь их прописка не меняет их сущности и она не делает их чем-то другим. Уверен, вы уже догадываетесь, какое слово я имею в виду. Это слово Toolwatch. Невзирая на то, что произнося слово Toolwatch, первое, что приходит в голову, это образы дайверских часов, первыми Toolwatch были наручные часы, созданные для пилотов. Для того, чтобы они могли считывать показания времени, не отрываясь от управления летательными аппаратами. Вопреки тому, что первый летный Toolwatch был создан Кортье, именно марка Ланжин, как никто другой, оставила свой отпечаток на страницах истории. Так как развитие самой марки можно параллельно рассматривать с развитием самой авиации. Ведь их две исторические линии начинали свой путь, идя плечом к плечу. Компания была пионером в создании специальных моделей часов для авиаторов. Так, в процессе сотрудничества с Чарльзом Линдбергом и Филиппом Ванхорном Вимсом были созданы одноименные модели, которые выпускаются и по сегодняшний день. А монопушер А7, родом из 1935-го, вообще совершил небольшую революцию в дизайне летных хронографов. Имя Ланжин причастно к одним из самых больших и значимых событий в истории авиации. Часы Ланжин были на руке Элеонор Смит в 1931 году во время ее двух попыток установить рекорд высоты, вторая из которых была успешной на отметке в 9906 метров. Хронограф Ланжин был спутником Амелии Эрхард во время ее полета в одиночку через штормовую Атлантику в 1932 году. В 1938 году именно часы и приборы Ланжин отвечали за хронометраж полета Говарда Хьюза вокруг земного шара, который он совершил за рекордный на то время 91 час. Очень немногие другие марки смогут похвастаться таким историческим багажом имен и событий, которые имели такое влияние на развитие авиации и не только. И это при том, что оказывается есть удивительные модели и воспоминания о которых до нас вообще не дошли. Они словно фантомы, затерявшиеся в коридорах времени. Один из них так бы и остался нам неизвестен, если бы не случай, произошедший 6 лет назад, когда в музей Ланжин был передан редкий хронограф, выпускавшийся для пилотов в 30-х годах. Именно эта модель и послужила импульсом к выпуску в 2017 году ее преемника под именем Avigation Big Eye, который практически полностью повторяет черты своего предка. Ланжин была одной из первых часовых марок современности, которая основала свою линейку Heritage. Но самое главное это то, что ее неутолимая жажда вернуть давно потерянный трон и собственное наследие послужило толчком к возрождению давно забытых моделей прошлого в целом, который подхватили и другие марки. Благодаря чему сегодня мы являемся свидетелями перевыпуска моделей, последний раз лежавших на витринах бутиков, когда Speedmaster еще даже не был Moonwatch. Но даже невзирая на такую смелость, следующего шага от Ланжин мало кто ожидал. Я был одним из первых, кто 5 лет назад увидел Big Eye и с большим удовольствием наблюдал за реакцией часовых энтузиастов, впервые увидевших их вживую. Как и я, они молча поглощали их глазами, лишь изредка при этом моргая в страхе, что им это показалось, что это лишь иллюзия, которая сразу же исчезнет, только стоит отвести взгляд. С одной стороны Big Eye сильно выделяется на фоне современной линейки моделей, но с другой, с другой стороны Ланжин стал снова похож сам на себя. Я словно узнал старого друга, которого не видел уже очень много лет, давно потеряв всякую надежду навстречу. Как только я увидел на циферблате надпись Ланжин без логотипа марки в старом давно забытом стиле, они меня уже завоевали. С Big Eye не нужно долго рассматривать циферблат, чтобы понять, что это часы пилота. Их выдает бескомпромиссная читаемость и военная лаконичность, где все находится на своем месте. Парадоксально, но даже выделяющаяся по размеру минутная шкала хронографа, благодаря которой модель и получила свое название, выглядит тут гармонично. Все в этих часах, начиная от стрелок и заканчивая выпуклым сапфировым стеклом, как бы намекает нам на то, что они не из этой эпохи. Они пришли к нам из времени, когда ничего не делалось просто для красоты. Большая минутная шкала для того, чтобы во время тряски и плохой видимости можно было безошибочно считывать показания. Большие кнопки хронографа для того, чтобы ими можно было пользоваться в толстых теплых перчатках, находясь в открытой кабине биплана. И я искренне благодарен Ланжин и лично каждому, кто причастен к выпуску этой модели за то, что они не пошли на поводу бесчувственных прагматиков и оставили все как есть без изменений. Ну, почти все. Если вы знакомы с историей Ланжин, с ее величием и с ее вкладом в развитие часового искусства, вам должно быть известно, что Ланжин одна из всего нескольких часовых марок, которые не только сами производили часы, но и разрабатывали стопроцентные мануфактурные механизмы к ним. Один из них является не только достоянием марки как мануфактуры, но и всей часовой индустрии в целом. Не побоюсь таких громких заявлений, но с красотой этого механизма сегодня могут сравниться лишь несколько современных калибров, цены на которые начинаются от шестизначных сумм. Мы, конечно же, говорим о жемчужине истории Ланжин калибре 13ZN. Одного взгляда на него хватит, чтобы понять с чем, а вернее с кем мы имеем дело. Сегодня Ланжин это монарх, лишенный трона и почти всех ресурсов к самовыражению. Вследствие всем нам известных событий, у марки больше нет возможности выпускать собственные калибры, и в Big Eye, конечно же, стоит не 13ZN. Но стоит лучший из тех, которые Ланжин может предложить на сегодняшний день, а именно L688.2. Калибр базируется на механизме Вальжу 7750, но вместо кулачковой системы у него, как и у 13ZN, стоит колонное колесо. А запаса хода на 54 часа должно вполне хватить для повседневной жизни. Мое первое впечатление о размере было ошибочным, и решение дать им второй шанс было одним из лучших на моем часовом пути. Благодаря своему размеру в 41 мм в диаметре и 14,5 в высоту, они станут вашим спутником как в деловой, так и в более неофициальной обстановке. Пытаясь подобрать слово, чтобы описать то, как они сидят на руке, я перебрал много разных наречий. Удобно, комфортно, нет, скорее это слово приятно. Несмотря на то, что я постоянно ощущаю их на своей руке, мне это нравится. Мне каждый раз хочется при этом посмотреть на них и еще раз насладиться их видом. Я хорошо знаком с рядом других летных хронографов, калибры которых также базируются на 7,750, а цены начинаются от 5000 евро. И я уверенно могу сказать, что Big Eye за цену в 2500 заставит их всех покраснеть. На мой взгляд, единственное, что мешает Big Eye раз и навсегда разобраться со своими конкурентами, эта водонепроницаемость всего в 30 метров. Безусловно, этого должно вполне хватить, и модель вовсе не претендует на водный статус. Но если ввязываться в большую игру, то 100 метров водонепроницаемости это не опция, а скорее необходимость. Но и это еще не предел. Если у Longines получится сделать версию механизма L688 только с ручным подзаводом, убрав ротор и тем самым получив возможность сделать часы не такими высокими, без преувеличения, это будет одна из лучших моделей летных хронографов не только в своем ценовом диапазоне, но и на рынке в целом. Я понимаю, что скорее всего я никогда не сяду за штурвал биплана, а от показаний хронографа не будет зависеть моя жизнь. Но я хочу прикоснуться к наследию тех, кто через это прошел. Даже будучи при этом в офисе, просто закрыв глаза и позволив себе помечтать. Пускай бюджет сейчас не позволяет возродить собственную мануфактуру, пускай марка сейчас не может вдохнуть полной грудью, но пока будут выходить такие модели как Big Eye, наследие Longines будет жить. И чем больше таких моделей увидят свет, тем скорее Longines вновь обретет свободу и вернет свое доброе имя. По крайней мере мне очень хочется в это верить.